Здравствуйте дорогие друзья! Компания Санаториумс является вашим персональным помощником в выборе санаторно-курортного лечения. Сегодня мы для вас проведем видео экскурсию по санаторию Пацифик, который находится на курорте Марианские лазни в Чехии. Покажем какие категории номеров предлагаются, увидим ресторан, посмотрим как организовано питание, а самое главное возьмем интервью у главврача и посмотрим лечебную базу. Санаторий Пацифик расположен в самом центре курортной зоны Марианских лазней до главной курортной колоннады с минеральными лечебными источниками Крестовой всего лишь 200 метров. Для того, чтобы оценить особенности расположения санатория Пацифик на курорте Марианские лазни и расстояние до лечебных минеральных источников, предлагаем посмотреть на него с высоты птичьего полета. В санатории 96 номеров разных категорий, подключение к интернету по сети Wi-Fi. Данная услуга для гостей бесплатна. Для удобства передвижения гостей по санаторию Пацифик здесь установлено 4 лифта. Предлагаем, внимание, номер категории двухместный супериор с видом во двор. Обращаю внимание, что замки электронные на карту. Площадь номеров данной категории от 25 до 35 квадратных метров. Номер состоит из прихожей, совмещенного санузла и непосредственно самой спальной комнаты, где установлена кровать размером 2 на 2 метра. Это две кровати, при необходимости их можно раздвинуть. Возле кровати есть с каждой стороны прикроватная тумбочка, телефон для связи с персоналом санатория. Гостям предлагается два вида подушек. Есть халаты, в которых гости могут ходить на процедуры или в wellness центр. Обращаю внимание, что тапочки не предоставляются. Далее стоян для багажа. Вот такой стол, где есть телевизор с различными программами, в том числе и русскими каналами. В столе есть небольшой холодильник, оборудованный мини-баром. Есть набор бокалов, открывашка. Зеркало, мягкий стул, настольная лампа. В каждом номере есть электрический чайник и чайный набор. Здесь есть дополнительная подушка и одеяло. Два мягких кресла и журнальный столик. В некоторых номерах данной категории есть балкон. На балконе есть два стульчика. Вид из номера открывается во двор или на улицу. В номере прихожая, где есть вешалки для верхней одежды, с этой стороны шкаф-купе с зеркалами во весь рост. В одном из них гости найдут электронный сейф и набор для чистки обуви. Из прихожей вход совмещенный санузел. В совмещенном санузле установлена душевая кабина. В душевой кабине есть съемный душ, жидкое мыло, но в номерах может быть и ванна. Полотенце-сушитель с регулятором температуры. Гостям на выбор несколько видов полотенец. Умывальник, зеркало с подсветкой. Есть увеличительное зеркало. Бокал, индивидуальный набор для душа. Жидкое мыло, есть розетка, фен и бумажные салфетки. Подключение к интернету по сети Wi-Fi данная услуга для гостей бесплатно. Обращаю внимание, что во всех номерах данной категории на полу ковровое покрытие. В номерах разрешено проживание с домашними животными до 10 кг за дополнительную оплату. Актуальную стоимость смотрите на нашем сайте в описании данного номера. Ресторан-санаторий «Пацифик» на 110 посадочных мест и состоит он из двух залов. Завтраки в санатории предлагаются в форме шведского стола. Ресторан-санаторий «Пацифик» на 10 кг за дополнительную оплату. На завтрак из напитков гостям бесплатно предоставляется три вида сока. Вода, есть разные виды молока, сливки, кислое молоко, томатный сок, есть свежевыжатые соки, несколько видов чая и две кофемашины с разным выбором кофе. Дорогие друзья, разрешите представить шеф-повар ресторана-санатория «Пацифик» Петер Стухол. Имеет практику в области кулинарии 11 лет. Сейчас он нам расскажет, что и как они готовят для своих гостей на обед и ужин. Разрешите представить наш ресторан, где наша команда готовит для гостей блюда, которые являются неотъемлемой частью лечебного процесса. Еду готовим модерновыми и щадящими методами, так, чтобы избежать какое-либо пригорания жира. Ежедневно на обед и ужин готовим блюда из рыбы, мяса птицы, овощей, говядины, свинины. У нас каждый гость найдет для себя то, что ему необходимо. В санатории есть лобби-бар, где можно выпить любой напиток, заказать десерт. Хочу отметить, что три раза в неделю вечером здесь играет живая музыка. Мы находимся в санатории «Пацифик» в лечебном отделении с руководителем отделения доктором Ваньковой. Ружина, расскажите, пожалуйста, как устроено ваше лечебное отделение? У нас, в общем-то, все в одном корпусе находится. Внизу бассейн, на первом этаже минеральные ванны, грязи, на втором этаже сухие газовые ванны, на третьем этаже у нас врачи и на четвертом электролечение, лечебная физкультура. Дорогие друзья, мы находимся в санатории «Пацифик» в гостях у главного врача Ружины Ваньковой. Ружина практикует на курорте «Марианские лазни» с 1979 года, уже почти 40 лет, такой большой стаж. По специальности Ружина терапевт, врач реабилитационный и физикальной медицины. С какими заболеваниями приезжают гости в санаторий «Пацифик»? У нас показания, как на всем курорте, значить заболевания верхних дыхательных путей и бронхов, почек, мочевыводящих путей и заболевания опорно-двигательного аппарата. Кроме того, мы лечим пациентов с заболеванием обмена веществ, как, например, подагра, сахарный диабет, заболевания, некоторые состояния после онкологических заболеваний, заболевания сердечно-сосудистой системы и заболевания печени и желчевыводящих путей. Самая большая группа пациентов, которые приезжают, это… ПАМО-опорно-двигательный аппарат в настоящее время. И методики, которые применяются в лечении, что есть в арсенале? Как на всех курортах, значит, грязи, лечебная физкультура. У нас самая любимая процедура, как это ни странно, это газовые уколы, из-за которых к нам клиенты приезжают и говорят, что им это помогает от боли в течение хотя бы полгода, одного года. Потом у нас различные виды электролечения. Вообще, лечение в Марианских лазнях основано на лечении природными источниками. Так что минеральные ванны, грязи и вот этот природный углекислый газ, из которого мы подаем углекислые ванны и газовые уколы. Заболевания мочевыделительной системы. Какие тут есть возможности? Каким пациентам стоит приезжать на лечение? Каким нет? Не со всеми диагнозами можно или со всеми? У нас лечения в основном минеральными источниками. Так что у нас здесь на курорте находятся воды различного химического состава. Это нам позволяет лечить различные виды мочевых камней. Урадные камни, аксалатные камни, цистиновые камни. Воспалительные заболевания мочевыводящих путей. Пациенты с камнями приезжают обычно. Если камни мелкие, они могут выйти до сантиметра. Или после дробления камни приезжают на курорт. Для того, чтобы вывести остаток песка, камешков мелких. А как вы относитесь к тому, что пациенты, зная природу конкремента, какой камень по составу, они пьют воду, сами ее подбирают? Конечно, это не надо. А мы расспрашиваем, если пациент не знает химический состав своего камня, мы спрашиваем, какого он цвета, какой он был в форме. Из этого можно узнать, что урадные камни, например, красные больше, как кирпич, аксалатные, такие сыроватые. Если белые, то могут быть кальциевые камни. Из этого исходим и подбираем источники. Поэтому нельзя пациенту пить так, чтобы подряд все источники, а просто всегда после консультации с врачом. Что стоит привести пациенту с мочекаменной болезнью? Какие с собой должны быть медицинские документы для таких пациентов, кроме ультразвукового исследования? Что еще? Я думаю, что это хватит, потому что основные лабораторные обследования, как почечные функции или анализ мочи, это делаем у нас. Так что, если только были какие-то сложные операции, тогда стоит привести какую-нибудь справочку. Приезжают ли в санаторий «Пацифик» с детьми? Из какого возраста? Есть ли специальные детские программы? У нас лечатся дети с 6-летнего возраста. Приезжают с родителями или с бабушкой, с дедушкой в гостиницу, которую они выбирают. Потом идут на осмотр к педиатру. Педиатры их осматривают в звезде или в центральных лазнях, назначают лечение. И ребенок потом лечится вместе в той гостинице, вместе с родителями, с бабушкой, с дедушкой, где остаются они. В «Пацифик» они могут на базе лечебного отделения применять? Все процедуры. Есть детские минеральные ванны, детские газовые ванны, детский массаж, массаж мячиками. Это все специальные программы для детей. С 6-летнего для лечения, а с 3-летнего можно такую оздоровительную программу провести. Часто спрашивают родители у часто болеющих детей, перенесших недавно вирусную инфекцию, с бронхитом. Что для таких детей лучше всего просто взять гостиницу, и здесь они покупают только ингаляции и пьют источник лесной. Климатический курорт Марианский лазни, и поэтому сюда приезжает большое количество пациентов с заболеваниями органов дыхания. Какие здесь методики применяют? Ну, климатическое лечение, значит, воздух, то, что вы говорите, питьевое лечение лесным источником, потом у нас хорошо сделаны ингаляции у нас, и опять же различные другие процедуры, как минеральные ванны, сухие газовые ванны, точечный массаж и так дальше. Мы проводим пациентам спирометрию в начале лечения и перед отъездом, так что это нам показывает эффект лечения у таких пациентов. Пациенты с заболеваниями онкологическими, тут очень важны сроки, когда можно приехать на курорт, и поэтому, как только заканчивается терапия, хотят в ближайшие сроки приехать на курорт. Какие у вас рекомендации? Не сразу приезжать после онкологического заболевания. У нас принято так, что пациенты приезжают спустя полгода после окончания онкологического лечения, значит, после хемотерапии, облучения, когда все это закончится, после полгода может пациент приехать. И все равно мы немного ограничены лечением, потому что онкологи нам не разрешают таким пациентам давать грязи и электролечение. Все остальное пациент может принимать, особенно женщины после операции груди, они принимают лимфатический массаж для рук, чтобы не было лимфатического отека. Минеральные ванны показаны, легкий массаж, все это можно. Какие рекомендованы сроки лечения на курорте? Зависит ли это от патологии? Оптимальный срок лечения – 3 недели. Но так как у людей бывает мало времени, они приезжают хотя бы на 2 недели, это минимум. При хронических заболеваниях, конечно, лучше 3 недели, даже 4 недели. Большое спасибо за полные, содержательные, четкие ответы на все вопросы, потому что их поступает достаточно много. Теперь понятно, как проходит лечение. К нам приезжает в Марианский Лазни много повторяющих гостей. Есть гости, которые приезжают по 10-15 раз. Так что я буду рада, если к нам будут приезжать не только эти постоянные гости, но и новые гости. Мы рады у нас встретим. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...